Все чаще поступают сообщения о взломах учетной записи на портале госуслуг. Онлайн взаимодействие с властями обернулось серьезной проблемой. Хранение большого объема личной информации делает этот сервис привлекательной целью для мошенников. Я вам сказала, что на моей учетной записи какая-то подозрительная активность. Этот код пришел, и я в спешке или быстро назвала этот код. Уже на следующий день я смотрю, и меня отгоняет микрозайм. Схема со взломом портала госуслуг относительно новая. Если раньше мошенники пытались овладеть банковскими счетами или же с помощью фейковых сообщений заполучить денежные средства, то сейчас они используют персональные данные человека. Распознать такие звонки от злоумышленников крайне сложно. Звонящий будет представляться, называть свои фио, назвать ваши фио, говорить какие-то личные данные, и это часто подкупает людей, а не получается у злоумышленников ввести в заблуждение человека. Службы доставки маркетплейсы. Источником информации могут стать любые сервисы, где при регистрации вы оставляете фамилию, имя, отчество и номер телефона. Эти данные используют мошенники, чтобы представиться сотрудниками госуслуг. Такие бывают схемы. Мошенники могут позвонить к вам на мобильный телефон, представиться, например, сотрудником оператора связи, которым вы пользуетесь, либо сотрудником портала госуслуг. При этом мошенник может вам предложить продлить договор на использование мобильного номера, если это оператор связи, с подтверждением на портале госуслуг, либо сообщить вам о том, что зафиксировано множество попыток взлома вашего аккаунта на госуслугах, и вам нужно вот прям срочно подключить дополнительную защиту. Для этого, опять-таки, нужно подключить эту услугу на портале госуслуг. Соответственно, вот пришел код, продиктуйте его нам. Точно такая история произошла и с Марьей Малибековой. Мошенники представились сотрудниками портала госуслуги и отметили, что замечена подозрительная активность на ее аккаунте. Девушка в спешке продиктовала код. Последствия этого действия оказались не самыми утешительными. В общем, я торопилась на родительское собрание, и мне поступил звонок, и человек представился якобы это специалист госуслуг. И он сказал, что на моей учетной записи какая-то подозрительная активность, и будет лучше, если заблокируем личный кабинет. И мне нужно будет назвать код, который придет, да, с СМС. И, конечно же, этот код пришел, и я в спешке ему быстро назвала этот код. И спустя пару часов я уже получаю уведомление, что у меня сменен номер телефона в личном кабинете, и уже на следующий день я смотрю, и меня оформляют микрозайны. Навредить злоумышленники могут не только оформив кредиты. Ущерба не причиняют, подав заявки на различные услуги. Такие случаи были зафиксированы в период мобилизации в прошлом году, когда злоумышленники получили доступ к личному кабинету госуслуг гражданина, но не смогли оформить там какой-то кредит. При этом они отправили заявку от имени гражданина на вступление в добровольческий отряд. Но если все уже вас взломали, то не спешите отчаиваться. Даже в этом случае можно успеть спасти свои данные. Что можно посоветовать, если вы купились на такую историю, понимаете, что, скорее всего, это был мошенник. Два простых способа. Первый – это позвонить в службу поддержки. Соответственно, если вы беспокоитесь за свои банковские вклады, деньги, то позвонить в банк. Вторая история – обратиться в МФЦ, прийти туда с паспортом, где вам поменяют ваш логин и порог при необходимости, для того, чтобы злоумышленники больше не имели доступа к вашим данным. Еще один способ мошенничества на платформе госуслуги – создание сайта-двойника. Страница авторизации на фейковом портале полностью сходится с официальным. И в случае введения своих данных, вся персональная информация утекает в руки злоумышленников. Как понять, что этот сайт фейковый? Чтобы понять, в первую очередь, нужно посмотреть в адресной строке правильность написания этого сайта. То есть госуслуги.ру. Никаких дополнительных цифр, букв и так далее там быть не должно. Ну а пока вы не подверглись атакам от мошенников, спешите обезопасить свои данные. Предупрежден – значит вооружен. Придумайте надежный пароль и не используйте его для других аккаунтов. Он должен быть длинным и оригинальным. И самое главное – включите двухфакторную аутентификацию. Эксперты напоминают, что представители официальных организаций никогда не звонят по собственной инициативе. Неважно, это сотрудники банка, госуслуги или же маркетплейсы. При любых таких обстоятельствах следует помнить, что не стоит вступать в диалог с неизвестными. Лучший способ защитить свои данные – не общаться с мошенниками и сразу класть трубку. Тамара Самедова, Шамиль Хиресулаев, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ, Махачкала.